Здравствуйте, друзья! Настоящая жизнь королевы 14 мая 1553 года у короля Франции Генриха II и знаменитой королевы Екатерины Медичи родилась дочь, которой суждено было стать последней представительницей рода Валуа. Ее назвали в честь двоюродной бабки Маргариты Наварской, прославившейся, помимо прочего, еще и литературными талантами. Создательницу знаменитого Гептамирона называли Маргаритой всех Маргарит, что можно перевести как «жемчужина всех жемчужин». Предполагалось, что южная принцесса Валуа унаследует все качества своей знаменитой тезки. Юная Маргарита действительно оказалась очень способной девочкой, к 16 годам она свободно владела несколькими языками, в том числе древнегреческим и латынью, что позволяло ей читать в подлиннике Гомеры и Платона. Изучала философию и литературу, играла на музыкальных инструментах и прекрасно пела. Однако в истории ей суждено было прославиться не в качестве просвещенной дамы. Маргарита обладала уникальной красотой, вызывающей искреннее восхищение придворных, видавших на своем веку множество красивых женщин. Юная Марго затмила всех красоток, которыми любила окружать себя ее мать Екатерина Медичи. Осиная талия, огромные глаза, роскошные волосы, поклонники принцессы просто сходили с ума. Но красота и королевская кровь, которым так завидовали ее ровесницы, вовсе не приносили Маргарите счастья. Когда Марго было всего шесть лет, на турнире погиб ее отец, Генрих II. Трон унаследовал брат принцессы, Франциск II, слабый и безвольный юноша, умерший через год. Королем стал другой брат, Карл IX, в ту пору еще несовершеннолетний. Долгое время по-настоящему Францией распоряжалась королева-мать Екатерина Медичи, власть которой была просто грандиозной. И в своих и политических интересах она совершенно не учитывала волю и желание дочери. Юная принцесса, избалованная всеобщим поклонением и восхищением, однажды жестоко влюбилась. Ее избранником стал молодой герцог Генрих Гиз, отчаянный храбрец и писаный красавец. Он ответил Марго полной взаимностью, и парочка собиралась пожениться. Происхождение Гиза вполне позволяло породниться с королевским двором. Роман до поры до времени держался в тайне. Маргарита подозревала, что ее мать будет не в восторге от того, что дерзкий Гиз станет ее зятем и сможет претендовать на трон. Но вскоре Екатерина Медичи перехватила любовное письмо дочери. Скандал, последовавший за этим, оказался просто страшным. Мать и братья буквально избили Марго, заперли ее во дворце, а герцогу под страхом смерти приказали навсегда покинуть Париж. Несчастная Маргарита прорыдала несколько дней и только начала приходить в себя, как последовал новый удар. Мать объявила, что выдает ее замуж. Екатерина Медичи долго выбирала, кому из многочисленных женихов ее дочери отдать предпочтение. Но затем приняла макиявелевское решение. Будучи католичкой, она яростно ненавидела гугенотов. И при этом решила выдать Маргариту за Генриха Наваррского, сына погибшего недавно вождя гугенотов. Официальной причиной этого брака было названо желание королевы объединить страну, раздираемую религиозными противоречиями. Маргарита в слезах упрашивала мать избавить ее от этого ненавистного брака. Мало того, что она не любила Генриха, так еще точно так же, как мать ненавидела гугенотов. Но Екатерина Медичи была неумолима. Или к алтарю, или в монастырь. 18 августа 1572 года состоялась свадьба Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. И тут-то и выявилась настоящая причина, из-за которой и была затеяна эта женитьба. На бракосочетание своего вождя в Париж приехало множество гугенотов. И подстрекаемые Екатериной и Карлом IX католики устроили массовую резню протестантов, вошедшую в историю под названием «Варфоломеевская ночь». По разным подсчетам, в те кровавые дни погибло от 3 тысяч до 10 тысяч гугенотов. Множество протестантов после этого спешно покинули Францию. И долгие годы страну сотрясали религиозные войны. Сам Генрих Наваррский в ту страшную ночь спасся только благодаря защите своей юной жены. Маргарита, столь противившаяся своему браку, после свадьбы вдруг изменила свое мнение о супруге и помогла ему выжить в эту кровавую ночь. Нет, Маргарита не воспылала к мужу романтическими чувствами. Скорее, это была дружба и союзничество. И не раз еще Марго помогала своему супругу. После «Варфоломеевской ночи» он стал практически заложником французского короля. Генрих собирался устроить побег, и Марго предложила ему свою помощь. Правда, в основном помогал ее любовник, граф Ламоль. Королева нашла в нем для себя второго герцога Гиза, бесстрашного рыцаря. И этот бесстрашный рыцарь жестоко расплатился за свою любовь. Заговор был раскрыт, Ламоля публично казнили, и Маргарите пришлось пережить еще одну трагедию. Она выкупила его голову и похоронила ее в монастыре, поливая слезами. Вскоре Генрих все же бежал в Наварро, опять при помощи жены. Спустя некоторое время Маргарита последовала к нему, но супруг вовсе не горел желанием увидеть свою жену, спасшую ему жизнь. Он совсем неплохо все это время развлекался со своими фаворитками. Маргарита оказалась в тяжелом положении. Муж ее особенно и не ждал, а родня вовсе не стремилась принять в ее влона семьи. Маргарита искала утешение в многочисленных любовных историях. По утверждениям современников, год от года она становилась все красивее и все свободнее в своих нравах. Самый шумный роман случился с Луи де Клермоном Бюсси де Амбуазом, бесстрашным весельчаком и красавцем, любимцем Парижа. Влюбленный Бюсси писал стихи, посвященные Маргарите. «Моя жизнь, как темная ночь, если в ней нет света вашей любви». Эта страсть была такой сильной, что перешла все рамки приличия. Даже смотревший сквозь пальцы на увлечение супруги Генрих был взбешен. Вскоре Бюсси погиб, и обстоятельства его смерти до сих пор окутаны тайной. Позже Маргарита в своих мемуарах написала. «В этом веке во всем мужском племени не было никого, кто мог бы сравниться с ним по силе духа, достоинствам, благородству и уму». Между тем, после смерти братьев Маргариты престол достался ее мужу. Генрих стал королем Франции, а супругу свою отблагодарил разводом. Впрочем, церковь признала его доводы для расторжения брака вполне резонными. Марго оказалась бездетной и не могла подарить королю наследника. Но Маргарита после развода сохранила свой титул и привилегии, и жизнь ее стала гораздо лучше, чем при матери и братьях. Она жила в собственной резиденции напротив Лувра, где по-прежнему предавалась любовным историям, несмотря уже на преклонный по меркам того времени возраст. При этом она успевала писать мемуары, в которых, впрочем, старалась приукрасить и обелить себя и очернить своих врагов. Писала многостраничные письма, каждый из которых стоит теперь целое состояние. Она умерла в мае 1615 года, прожив всего лишь 62 года. Но Маргарита Валуа пережила всех участников драмы ее жизни. Они скончались гораздо раньше, и лишь единицы собственной смертью. Бурная история жизни Маргариты Французской до сих пор вдохновляет писателей, режиссеров, кинематографистов, и каждый из них пытается создать свою королеву Марго, порой совсем далекую от настоящей. Автор статьи Наталья Трубиновская.